Жара, бесхозные сети, несанкционированные подключения, работы по установке современных многофункциональных счетчиков. Причин отключений может быть масса, но в первую очередь отмечают в электросетях, оставлять потребителей без света приходится для их же блага. Пришло время готовиться к осенне-зимнему периоду, а сани, как известно, готовят летом. Все плановые работы направлены на повышение надежности электроснабжения. Объем работы на сегодня запланированный для подготовки к зиме составляет, например, расчистка трасс. По линиям 110 – 665 км, по линиям 10 – 0,4 кВт, около 3 км линии нужно расчистить. Отремонтировать питающих центров 110 кВт – 28, то есть привести в надлежащее состояние. ТП – около 300. То есть мы понимаем, что это за месяц, два или три мы не сделаем. Поэтому любая ремонтная программа у любого сетевого предприятия начинается в апреле и заканчивается где-то в октябре. Таким образом, в городе продолжается модернизация и реконструкция электросетевого комплекса Сочи. Как известно по олимпийской программе, хоть и был проделан огромный объем работы, но затронул он не все распределительные сети. Ежедневные плановые отключения электроэнергии необходимы для проведения ремонтно-эксплуатационных мероприятий. И это, подчеркивают специалисты, является свидетельством грамотной эксплуатации. Как известно, для эффективной работы любое электротехническое оборудование нуждается в своевременном ремонте. Когда плановые работы, мы, как правило, выводим в ремонт оборудование с 8 до 17. Но мы должны понимать, что основная масса потребителей на сегодня имеет третью категорию электроснабжения. А третья категория подразумевает перерыв в электроснабжении не более 26 часов. То есть мы не выходим за эти рамки. Конечно, понимаем, что идет курортный сезон, но если мы не подготовимся к зиме, то нам все, что мы поимели от курортного сезона, не нужно будет зимой. Мы будем все вместе сидеть без света при свечах. Этого нельзя допустить. Отключение же света по технологическим причинам связано чаще с бесхозными сетями, к тому же изношенными и создающими аварийные ситуации. Энергетики готовы принять их в зону своей ответственности, но все же решение остается за муниципалитетом. В гостеприимных зонах, как известно, проблем со светом нет, поэтому сегодня акцент сделан на сельскую местность. Там проводятся новые линии электропередач, строятся новые ТП. Так что реконструкция сетей курорта – дело еще не одного года. Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова